У обелиска летчикам, погибшим в борьбе с фашизмом, сегодня многолюдно. Сельское поселение Никольское принимает военно-патриотическую эстафету «Салют Победе», открывающую череду мероприятий в память о страшных событиях блокадного Ленинграда. Блокада началась в 1941 году и длилась 872 дня. В Ленинграде начался голод. 20 ноября 1941 года пришлось сократить нормы выдачи хлеба. Воины на передовой стали получать 500 граммов в сутки, рабочие 250 граммов, служащие иждивенцы и воины, не находящиеся на передовой, 125 граммов, и кроме хлеба почти ничего. Мне хочется обратиться сейчас к нашим ребятам. У вас, именно у вас, есть та уникальная возможность получить живые свидетельства о Великой Отечественной войне. О блокадном Ленинграде, о тех, кто живы, кто прошел через эти грозные годы. Ныне цветущий город Санкт-Петербург уже 8 сентября 1941 года оказался в блокадном кольце. Среди почетных гостей митинга – дети войны, блокадники, которые помнят то страшное время. Любови Черногоровой было 6 лет, когда папа ушел на войну. Мама заболела, наступление блокады легло черным пятном на судьбу страны и каждого жителя Ленинграда. Блокаду, вот первые вот эти дни, вы же помните? Это был солнечный, солнечный день. Когда я проснулась, мне еще 6 лет не было, пошла на улицу, меня из подъезда не выпускает. Ну, солдат он, я не знаю, солдат это или милиционер, но помню, что с ружьем. Вот. Я опять домой пришла, а потом вернулись мама, папа, сестра. И мы поехали папу сразу провожать на вокзал, на филляндский вокзал. Он служил на Карельском фронте. Мы, дети, 6-летние, там учебный год начался, помогали тот, чем мог. А именно, было даже трудовое воспитание, ну, вы знаете, и в те времена мы вышивали, мы шили кассеты, посылали на фронт. В памяти трагических днях блокады звучат стихи, слова поддержки и благодарности ветеранам, пережившим ужас смерти, сохранившим выдержку и жизнелюбие. Символами нынешней эстафеты стали точная копия знамени Победы, который взвился над Рейхстагом в 45-м году. И репродуктор, из которого жители Ленинграда узнавали сводки с фронта на протяжении 872 дней блокады. Весь советский народ, кто как мог, на своем месте защищал наше Отечество. И в этот день хотелось бы пожелать ветеранам доброго здоровья, а детям, школьникам нашим, изучать историю, общаясь с ветеранами и через музеи. Выстоять, выдержать, не сломаться. Пример дедов и прадедов не может остаться всего лишь главой в учебнике по истории, считают местные школьники. Подвиг героев Великой Отечественной войны, современные мальчишки, современные ребята могли бы повторить? Я думаю, все могли бы повторить. То есть это уже зависит от воспитания каждого из нас. И у каждого свои мысли по этому поводу. Если Родина позовет, ты пойдешь? Да, конечно. Эстафета «Салют Победе» в Никольском продлится до 23 марта. Все эти дни в образовательных учреждениях поселения пройдут патриотические мероприятия. Затем под знаменем Победы кураторы эстафеты двинутся дальше, чтобы сеять разумное, доброе, вечное в сердцах молодых поколений и учить их крепко и искренне любить Родину. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова